доброе утро друзья хочу вам показать урожай этого дня пропустила видите собрала уже утром скажу еще что мы собираем это вот сегодня утром такой урожай кабачков у нас там еще у меня конечно нужно штук 15 уже лежит нужно легко сделать не или что-то вкусненькое приготовить кабачки нас этот год прям буквально уже заваливают урожаем честно скажу и курочка есть переростки что с кабачками полный порядок помидорчики тоже вот у нас под навесом под нашим который мы соорудили да все еще продолжают продоносить и много очень еще зеленых поливаем знаете есть конечно несколько штучек было которые все-таки запеклись вот здесь их смотрите кто-то повредил уберем уже червячки на тут какие-то появились вообще на улице в этом году неплохие помидоры собираем через день где-то неприлично получается знаете уже собрали сегодня на 6 августа на сегодняшний день больше 200 килограмм это вот в тепличках и здесь на улице собираем соберу когда покажу конечно вот допустим за один день сколько у нас получается вернее за два до каждые два дня собираем через день сейчас у всех в этом году слава богу урожай хороший помидор на улице у меня не было никогда их столько благодаря этому навесу для тех кто первый раз как бы смотрит сейчас я покажу еще разок вот такой навес мы ставили затеняли здесь все и вот это спасает наши томатики они у нас здесь не горят так сильно если бы они были под открытым солнышком видите какой сорт интересный помидорчики сейчас соберу потом покажу сегодня будет у нас урожай какой теплицы тоже зреют но здесь сейчас уже будет не так активно я их же раньше высадила здесь уже их немножечко поменьше но тем не менее есть помидоры я вам сейчас знаете хочу показать еще зеленых столько много еще будут зреть и зреть они у нас с травой тоже борюсь но умеренно пусть немножечко тут и и будет она как бы затеняет у нас некоторые конечно не выдерживают у нас очень жаркие дни сейчас нереально жаркие смотрите сегодня сейчас у нас еще нет восьми утра представьте себе что будет дальше 40 с лишним здесь днем так друзья хочу знаете показать еще вот эти кустики томатов которые я посадила позже всех буквально когда я уже пересадила на улицу помните томаты которые были для открытого грунта и вот они позже всех как бы начали плодоносить но они и самые сейчас зелененькие самые сейчас крепкие сегодня сняла прилично здесь поэтому желательно нам сажать несколько этапов помидоры одни пораньше другие чуть попозже с разницей где-то в неделю две и тогда у вас будет все лето урожай вот эти тоже я высаживала как бы среднего срока такого созревания то есть они уже были у нас высаживали высаживали попозже вот сейчас на них только плодов видите да так что лучше нам сажать все не в один день где-то с разницей хотя бы несколько может быть дней или недель даже здесь еще что томатиков вот сегодня потом взвешиваем около 7 килограмм ведро быть обычно перец наш созрел красный вот я его снимаю видите еще до этого снимала несколько штучек мы уже там как бы пользовались покажу посмотрите какой красавец тоже созревшие но еще продолжают здесь расти у нас перец тоже нужно что-то нам приготовить перчик нас тоже вот видите как порадовала продолжают еще здесь созревать я не буду пока их снимать есть конечно еще и крупный достаточно но еще пусть зреет телефон уронила извините так ну вот это пока на сегодня на утро у нас урожай такой еще сейчас вам покажу несколько дней назад мы горох убрали и убрали и убрали с фасоль я показывала и сколько у нас как бы вышло но еще фасоль мы все убрали будем еще убирать сейчас покажу сколько у нас ее получилось так взвесила я помидоры вот здесь у нас где-то 8 килограмм вы знаете каждый раз вот как бы ведро почему-то по-разному весит иногда 7 иногда 8 почти 8 ну минус ведро наверно пусть будет 7 да 7 с половиной вот кабачков 6 килограмм где-то тоже взвесила перца ну где-то кило с лишним здесь кило 300 вот так вот и сейчас еще фасоль и горох покажу ну это конечно результат не одного дня ну вот сегодня этот урожай собрали потрудились конечно мы достаточно чтобы это все собрать покланились каждому кустику с помидорчиками с перчиком но зато урожай у нас теперь вот такой так друзья фасоль вот мы собрали фасоль мы вручную конечно освобождали из коробочек ну и здесь тоже я взвесила здесь два килограммчика мы собрали фасоли но это еще не вся да показывала еще темную будем собирать а вот это бежевая вот так собрали ну слава богу хорошо да неплохой урожай а вот горох хочу вам показать кстати если кто-то знает как он называется ну подскажите пожалуйста это замечательный горох который у нас угостилась у сетка мы посадили вот вы представьте когда его вот так выкладывается на солнышко он сам замечательно освобождается из своих коробочек он просто вот как будто выстреливает и потом мы просто его убираем вот эту сухую часть из коробочки и у нас остается только горох еще не занимались этим ну тут его будет не сильно много ну вот еще вот здесь освободили еще у меня там будет мы его тут оставляем и через пару дней на солнышке он замечательно сам освобождается из этих коробочек смотрите какая прелесть ну вот в отличие от этого гороха нуд конечно сложный там приходится его добывать буквально из каждой коробочки или там мять его или открывать каждую коробку так что вот такой урожай сегодня у нас еще хочу вам показать инжир смотрите он как бы подрастает конечно и даже вы знаете я обратила внимание на некоторых кустиках вот завязываются новенькие молоденькие плоды но у нас навряд ли они вызрят конечно вот они такие крошечные скорее всего им не хватит времени чтобы созреть вот смотрите на маленькой маленькой веточке вот инжирчик тоже но будем надеяться что хватит у него сил я его поливаю потому что дождей нет уже очень давно три с лишним недели наверное почти месяц прошел маленький совсем дождик но этого недостаточно но будем надеяться что мы угостимся инжиром в этом году для тех кто интересуется выращиванием картофеля помните я посадила 23 июля несколько как бы отростков картофельных одну картошечку разрезала и там были отростки да вот эти фрагменты мы посадили вот представьте из пяти штучек таких фрагментов вот только один дал росток видите только один и то такой слабенький слабенький росток поливать мне приходится потому что дождей нет совсем ну скорее всего навряд ли что-то вырастет потому что жара стоит невероятная и скорее всего здесь в земле высокая очень температура и этот картофель там наверно уже испекся в основном поэтому все скорее всего нам нужно сождать вовремя когда еще земля влажная прохладная весной самый оптимальный вариант и наверное у нас пока ничего не получится если бы были дожди хотя бы чуть-чуть прохладнее конечно мог быть результат но на сегодня вот так погоды такой нет теплой вот такой крошечный росток я думаю навряд ли он даст нам плоды еще подождем посмотрим ну всем всего доброго желаю всем хороших урожаев этот год у нас такой слава богу урожайный почти все что мы посадили дает нам хороший урожай всем всего доброго удачи вам хорошего дня